Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и сегодня вот у нас вообще очень-очень странное видео, потому что я за это видео с вами здороваюсь два раза. Почему такая ситуация получилась? Просто я записывала одну часть куска видоса, и за это время, пока я записывала, случилось много всего разного, и я решила, что лучше я допишу, как-то это вставлю, как-то смонтирую, но покажу вам и смогу уже нормально что-то рассказать и что-то поведать об этом. Кот, я понимаю, что ты не хочешь сидеть на ручках. Да? Чем пахнет нос? Чем пахнет? Ай! Кусака. Поэтому сейчас я хочу вам предложить посмотреть тот отснятый кусок, который снимался я буквально три дня назад, а потом уже снова с вами встретимся здесь и договорим. В общем, у нас получается видео два в одном. Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас вот такое вот слегка внеплановое видео. Если честно, я даже практически не готовилась, не думала о том, что буду вам рассказывать, что снимать. У меня, в принципе, такой штатный беспорядок, как видите, вот кот пришел, кровать такая полузастеленная. Просто я смотрела очень многих блогеров, особенно видеоблогеров, и мне, знаете, кажется, что какая-то неправда скрыта по ту сторону мониторов, когда мы это смотрим, потому что все настолько вылизанное, все настолько прям приторное, сладкое, что я решила, что пусть будет так, как есть на самом деле. Я не могу сказать, что я там не убираюсь или что-то не делаю в квартире, нет. Ни в коем случае я убираюсь, потому что кот всегда спит со мной, и если дома грязно, то он собирает эту грязь, а я очень грязь не люблю, поэтому я убираю кот. Я просто решила, что я не буду заморачиваться с фонами, которые есть там. Я просто буду показывать то, как есть на самом деле, чтобы не было вот этого, вот не было вот этой большой разницы между тем, как зрители смотрят, чтобы не было какой-то большой дистанции, чтобы все было вот как в домашних условиях, знаете, вот включаете, например, что-то и смотрите. И я решила, в принципе, что свой канал я буду как-то двигать в этом направлении. У меня нет особых таких декораций крутых, я не снимаю на каких-либо фонах. Кузя, иди сюда, Кузя, Кузя, иди сюда. Вот, и поэтому давайте, пожалуй, начнем сегодняшнее видео. Я просто хочу рассказать, как у меня дела и куда я пропала, и почему я так пропадаю на 2-3 дня в ВКонтакте, не отвечая вам. Меня на самом деле очень сильно напрягает, когда вы начинаете писать, что вот ты сама... Ну, Кузя, вот ты сама нам решила придумать какую-то такую тему прикольную, потом не отвечаешь на это на все, что с тобой случилось, что за фигня. Я могу сказать одну вещь. У меня очень такая насыщенная жизнь, и я не знаю даже, чем закончится завтрашний день. Поэтому, когда я запускаю либо какой-то конкурс, либо пишу там на стене и говорю то, что я буду расписываться, я действительно стараюсь это сделать так и действительно стараюсь расписаться. Но когда случается какой-либо форс-мажор, который произошел недавно с одним из моих знакомых, я чисто физически просто не могу войти в ВКонтакте и ответить вам на какие-либо сообщения и рассказать то, что у меня происходит. Я даже не захожу туда, чтобы лишний раз не провоцировать народ, который потом мне «Ну, где твои сообщения? Почему ты молчишь?» А потом берут и просто отправляют в черный список. Я, честно говоря, не знаю, зачем это нужно делать. Я, честно говоря, не понимаю, зачем люди так себя ведут, хотя можно, в принципе, там подождать два дня. Я всегда отвечаю. И вот эта вот такая вот для меня нелогичная последовательность, которая очень часто проявляется от зрителей, она как-то для меня очень странная, потому что я прекрасно понимаю, что больше половины блогеров не отвечают на ваши сообщения. Больше половины. Больше половины закрыта вообще личка, и вы просто никак не можете им написать то, что думаете. Вы не можете у них что-то спросить, или, например, там те же смайлики, как вы мне присылаете, вы не сможете им прислать. Так почему я страдаю от того, что вы, если там кто-то из вас, слегка нетерпеливый? Я очень ценю тех людей, которые пишут мне вот такие сообщения и пишут там в конце, приписывают, ну, как бы у тебя время, ответь. И вот тут я сразу понимаю, что у меня, несмотря на то, что какие-то у меня там есть дела, еще что-то, я постараюсь этому человеку ответить в первую очередь, потому что он понимает то, что у меня тоже есть время, которое... Я не говорю то, что это так плохо, когда мне все написывают, нет, но просто когда человек понимает всю ситуацию, он пишет именно так. По поводу касательно моего лета, которое сейчас проходит, на самом деле такой бомбежки того, что вообще происходит в моей жизни, мне еще никогда не было. Мне на самом деле пригорает просто дико от всех ситуаций, которые складываются этим летом, от того, как поворачивается сейчас жизнь. Я не говорю то, что сейчас происходит с каналом, это, скорее всего, то, что происходит с моими друзьями, то, что происходит с тем, что я пытаюсь заработать денег и как насколько ущербен наш город в этом отношении, насколько ущербна наша Москва, потому что здесь очень много аспектов, которые бы хотелось мне вообще поднять на канале. И я уже готовлю видео «10 причин, почему я не люблю Москву» и, ну, такое легкое видео «10 любимых мест Москве». О чем еще мне хотелось поведать вам? Так, это, наверное, о том, что я снимала ролик делать своими руками, DIY, короче, и у меня все просто разлилось по комнате, потому что там был клей, там было куча всего, то, что нужно было все делать, короче, смешивать и так далее. И я серьезно, я попробую еще раз, потому что, ну, как бы я не хочу сдаваться, что это за бред? Тем более, что я вам уже говорила, что я хотела снимать, и мы выбрали это посредством голосования ВКонтакте, вот, поэтому все будет, ребята, не переживаем, все будет. Так, код. Ну, ладно, короче, вот. Что еще хотела рассказать по поводу вообще всех сообщений ВКонтакте? Вы знаете, ребята, вы порой пишете очень странные сообщения, как бы чтобы много раз не повторяться на эту тематику, просто хочу сказать вам одну прекрасную вещь. Я ко всем хорошо отношусь, я стараюсь всем ответить, я стараюсь как-то общаться, понимать, чувствовать, что у вас происходит в жизни, как вы проводите свое лето, я всегда это спрашиваю, всегда этим интересуюсь, но когда идет прям такое откровенное хамство, человек идет сразу же в черный список. Потому что я считаю, что это, ну, как минимум, некрасиво, по крайней мере, хамить просто так на пустом месте. Я хочу, на самом деле, одно видео заснять такое, чтобы там рассказывалось о том, что мне пишут в личку, потому что, ребята, поверьте, в личку мне порой пишут такие странные вещи, что это требует отдельного видео, потому что... Средства у нас есть, у нас ума не хватает. Там много всякой жести. И когда мои друзья мне говорят, почему ты не заходишь в контакт, я говорю, вы понимаете, что я вот так зайду по делу, а потом мне опять начнется, ты была в контакте в Восток-то, но ты мне ответила там, тра-та-та-та-та. Ну, короче, не хочу тему контакта снова поднимать, но я просто хочу, чтобы вы понимали, чтобы вы знали, что вот такая-такая ситуация, но все, ребята, решаем. То еще, о чем я хотела с вами поговорить, о том, что я, скорее всего, пока что никуда не еду, просто вы меня спрашивали о том, поеду ли я куда-нибудь летом. Все, куда я ездила, все есть на канале, все по поводу этих роликов, все готово, выложено. Может быть, может быть, поеду я в Подмосковье и подготовлю еще два ролика, вот. Но это об этом не хочу, как бы, говорить заранее, потому что вдруг не получится, и что тогда делать? У меня также готово практически видео про Сигны. Это будет именно видео. То есть, то, что мы с вами разговариваем в ВК по поводу Сигны, это отдельная вещь, это отдельная история. Я еще хочу это сделать в видео. Вернее, видео готово, оно будет потом уже, после этого видоса. Вот. И про что вам рассказать? Даже не знаю, потому что очень много разных событий, которые происходят, и там было парочка неприятных историй, в которые вляпались мои друзья. И то, что я еще, как бы, пытаюсь найти подработку, это действительно так, потому что мне стало не хватать денег в том плане, что я очень хочу себе новый объектив, потому что этот объектив работает только со светом, который вы можете видеть, то, что у меня здесь, видите, такой отбрызг. Ну, то есть, по тени видно, что у меня здесь стоит свет. И я бы, наверное, хотела более купить еще один у меня тюрный свет, который можно было поставить на стол, и снимать уже ролики вот так вот. Вот, вот такие вот у меня истории. Пока что новостей особых нет, потому что мы в основном разбираемся в ситуации с друзьями, которые тут происходят, и просто у меня один друг попал на бабки, причем такие, ну, нормальные. Поэтому тут все вокруг этого крутилось, я даже не заходила в контакт, потому что, честно говоря, временно это просто не было. Ну, и плюс, как я уже говорила, всякая, со всякой подработкой я маюсь, и, ну, на самом деле я очень скучаю, мне хочется больше снимать. Я думаю, что я обязательно выкручусь из этой ситуации, и мы с вами продолжим вот такое вот общение, и все остальное тоже. Поэтому я хочу вам сказать, что я очень сильно вас люблю, и мы обязательно с вами встретимся, я уже надеюсь, что в более ранний срок, не то, как сейчас, а в более ранний срок, да. Всех крепко обнимаю, всегда ваша Горова Таша, и пока.